Добрый день! Рада приветствовать вас на кухне семейных вкусняшек. И сегодня я к вам с вот такими наивкуснейшими рогаликами с яблочным мармеладом. Это лакомство 80-х годов. Когда-то в 80-х годах мы готовили с яблочным мармеладом, покупали мармелад в магазине, но сегодня я готовлю со своим домашним мармеладом. Кому интересно, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Вначале я подготовлю тесто. Здесь у меня маргарин. Можно брать масло, либо пополам. Маргарин с маслом. В моем случае это маргарин. Отправляю сахар. Маргарин должен быть комнатной температуры. И я отправляю ванильный сахар. Можно заменить ванилином. И хорошо мне нужно растереть сахар с маргарином. Соду я отправляю к сметане. Щепотка соли. Четыре яйца. Сметану с содой. Теперь я буду добавлять просеянную муку и заводить тесто. Тесто должно получиться очень-очень мягенькое. Завела я тесто. Вот такое вот оно мягенькое-мягенькое получилось. Теперь я его положила в пакетик и отправляю на полчаса в холодильник. Я буду для начинки использовать вот такой вот яблочный мармелад. Этот яблочный мармелад готовила я его сама. Если у кого нет мармелада, можно заменить просто вареньем, либо орехами. Начинка любая. Теперь вот это вот тесто мне нужно поделить на порционные кусочки. Раскатала я тесто. Очень тоненько. Вот такое вот оно у меня. Примерно полсантиметра. Теперь мне нужно разрезать его на такие треугольнички. Теперь я буду сюда добавлять понемножку мармелада. Теперь я их буду сворачивать вот такую вот трубочку. Вот такие вот они. Маленькие, аккуратненькие, красивенькие. И на противень. Противень я застелила бумагой для выпечки. Теперь мне нужно смазать их яйцом. Одно яйцо я размешаю очень хорошо. И буду смазывать рогалики. Для того, чтобы когда они пожарятся, были очень-очень красивенькие, румяненькие. И сверху я посыплю немного коричневым сахаром. Теперь я их отправляю в разогретую духовку на 190 градусов. И буду выпекать до золотистого цвета. Вот столько получилось из этого рецепта рогаликов. Рогалики получились очень-очень вкусные, мягкие, тесто рассыпчатое, вкусное. Съедаются очень-очень быстро. Приготовьте, не пожалеете. Я думаю, ваши домашние оценят ваш труд. И всем-всем огромное спасибо, кто был с нами. А с вами была Ольга, семейные вкусняшки. И до новых встреч. Всем пока-пока. И всем-всем приятного чая питья.